В правительстве региона подвели итоги реализации проекта формирования комфортной городской среды. Общее финансирование масштабных работ по благоустройству составило 490,5 миллионов рублей. Это средства федерального и областного бюджетов. Денег хватило на благоустройство 43 территорий. До конца года все работы им будут завершены. Губернатор подчеркнул, для маленьких городов и поселений благоустройства это гораздо больше, чем просто комфорт. Это и возможность создания рабочих мест и привлечения туристов. Поэтому с каждым годом ошибок в реализации программы должно становиться меньше. Я посмотрел на опыт большинства российских регионов. Проблемы одинаковые. Они связаны с тем, что вот таким образом давно не наваливались на проблему комфортной городской среды. Поэтому происходило недопонимание между подрядчиками и проектировщиками, между проектировщиками и разработчиками концепции, между жителями и разработчиками концепции. Я в связи с этим на чем настаиваю. Активнее, еще активнее надо вовлекать жителей нашей области в разработку проектов. На самом раннем этапе. Там, где это было сделано, там все и получилось. Ряд объектов подрядчики завершают под Новый год. Виной тому поздние торги. Только два муниципалитета вышли на конкурсные процедуры в мае. Все остальные в июне-июле. С вопросом качества использованных материалов в реализации проектов мы сталкиваемся не в первый год. Было принято решение о заключении соглашения с одним из крупных застройщиков региона на проведение лабораторных испытаний. В этом году, после поступления информации о возможном использовании качественной тротуарной плитки на объекте в Палихе, были проведены испытания на предмет определения прочностных характеристик, водоповощения и мородостойкости. Испытания показали, что используемая плитка соответствует установленным стандартам. Работа по контролю качества этих материалов в этом формате будет продолжена и в следующем году. Максимальное выжимание федерального ресурса пока единственная возможность для региона преобразить города и поселения. По результату конкурса президентских грантов на комфортную среду для малых городов и исторических поселений, по объему выигранных средств, Ивановская область на втором месте в стране. Деньги пойдут на будущий год. Победителями стали Кинишма, Тейкова, Шуя и Южа. В предыдущем году в числе лидеров были Гаврилов Посад, Юрьевец и Плес. Когда мы с вами в следующем году будем реализовывать проекты, консолидировать надо ресурсы и остальные. Например, в Гаврилов Посаде сделали площадь, в Гаврилов Посаде в этом же году сделали дороги, связали Гаврилов Посад с областным центром, с Уздалем, отремонтировали поликлинику. Вот таким образом и надо работать. Тогда это создает действительно ощущение изменения качества жизни. Теперь заявки на комфортную среду в рамках всероссийского конкурса готовят другие муниципальные образования. Победителей на 2020-2021 и 2021-2022 Минстрой определит в следующем году. А пока к благоустройству на год наступающий запланировано 49 общественных территорий. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иванова.